Буна сярости ма сприятень. Плохие, что-то уж мама, что-то. Так, Фейсбук подключается, я вижу. Буна сяро, куда там диски шиё, джамузык, до кума вини, кавкалючий смарапяц, как в моём шварцентре. Так, связь нормальная. Так, вот к моему плумиску негтяза. Рад, ребят, честное слово, что всё больше и больше людей подключаются, понимая, что вам не безразлично то, что происходит в Молдове. Так. Вижу, что все те, которые ждали программу «Путеря Патрак» у Георгия Гонца, все подключаются. Все... У всех вопрос, почему программа с Георгием Гонцем не вышла в прямой эфир. Дома Гонца воскрес, к эмиссионе «Новый авиалог демотиве» и каузов проблеме «Лортехнич». Проблема техники «Штицкария», проблема техники «Урматуария». Значит, ребят, я вижу тут вопросы, значит, давайте обсудим главную проблему, потом, если хотите, мы обсудим. Я отвечу на ваши вопросы. Значит, сегодня вечером должна была быть программа онлайн на телеканале «Н4» с Георгием Гонцем. Так как я нахожусь в Москве, и вынуждены были записывать это по... по скайпу, эту программу, то есть она была в записи и должна была сегодня выйти в 22.00. То есть это не должен... То есть это был не прямой эфир. Вот. Так как Плохиш, ну, у Плохиша щупальцы длинные, все об этом, в принципе, знают. Значит, Плохиш оказал серьезнейшее давление на телеканалы «Н4». Значит, Георгием Гонцем, я могу сказать, что это объективный журналист. Значит, сегодня есть не так много людей в Молдавии, которые не боятся задавать вопросы, связанные с тем же Плохотнюком. Да, осталось, ну, сент-мулз, дар и я вем. Шекупарери диреу Гонца есть и модератор, что ну, есть акционар, Лайан Патру. Плохотнюк и науфладе спричи мерджи ворба. Во факультет, по себе, какая миссионя осталось, ну, ай-былок. Гонца морок. Сараку, вадика, плойера, не выцескришь, елк, день кауза, проблеме лош-техничьей миссионя нового авиалона. Объясню вам, что мы обсуждали сегодня в этой передаче, почему она не вышла. Вверх я представил часть доказательств, что касаемо уголовного дела в Румынии, являясь свидетелем, касаемо того, что Плохотнюк является заказчиком, заказчиком, как минимум, на сегодняшний день, убийством Горбунцова в Лондоне. Сегодня я представил уже кое-какие детали. Вчера на пресс-конференции в Москве говорил о том, что Плохотнюк вместе с его шоблой подонков готовили мое похищение. В Москве на прошлой неделе я назвал конкретные имена, кто этим занимался, кто за это отвечал. Я выложил часть разговоров с Плохишом, объяснил, почему, откуда они у меня, при каких обстоятельствах. Вот, чтобы вы понимали, для того, чтобы вы понимали, вернее, почему программа не вышла сегодня в прямой эфир, я вам дам послушать часть того, что сегодня было в этой программе. Вот, например, часть разговора негодяя Плохотнюка, да? И вы поймете, почему сняли программу, почему запугали ГОНСу, там весь штат Н4, и сказали, что делать все возможное, что программа сегодня не вышла. Так, ну, например, вот это то, что было в программе связано с Плохотнюком. Продолжение следует... Ну, и так далее. Значит, вот тут кто-то пишет «Ардикор», да, абсолютно правильно. Вы абсолютно правильно все понимаете. Значит, Плоходнюк понимал, что это передача, после которой должны возбудить ему уголовные дела в одной стране Евросоюза или сразу в нескольких. Что наша прокуратура должна как-то реагировать на то, что там он говорил и так далее. Значит, хотел, кстати, попросить вас, ребят, делайте, пожалуйста, репосты, потому что так получилось, что программы сгонца не будет. Вся надежда на вас, на то, что вы правильно проинформируете близких вам людей и так далее. Значит, важно сегодня, что мы с вами вместе, мы хотим победить этот правящий режим этого подонка. И теперь скажу самое главное. Короче, походу у меня там все получилось. Значит, та программа, которую сегодня мы ее записывали. Значит, ну, вы знаете, что у меня тоже есть определенные маленькие, но и технические возможности. И, короче, походу, эта копия программы, которую М4 сняла сегодня, так как великий, могучий, плохиш, им поставил эту задачу. Короче, походу, сейчас она скоро появится, скоро она появится в Фейсбуке, то есть эта программа. Значит, снущий башиди, тарь, ша акционарий дилан патру, к плохишим пряонам. А спривиться часто им еще не. Сперс фи интегралы, я как уж могу, это как минутю у меня романс. Но сам факт, что за несколько дней до выборов, когда плохиш, ну, в принципе, такой полуопущенный вашингтонским обком пошел на тот шаг, что снял лупу. Ну, я могу сказать, что мы с вами добились первой серьезной победы. И эта победа заключается в том, что он сегодня не имеет права выводить лупу во второй тур, и тем более делать его президенты. Потому что я раскрыл эту схему, понимая, что, ну, когда он пытался меня купить, когда он говорил, что произойдет в Молдове в октябре, наберет что-то такое, что вся страна выйдет на улицу, значит, мы ему не дали это сделать. Сегодня он для американцев пытается любыми путями показать, что вот он снялся в пользу Санду. Где-то он пытается, я думаю, выслужиться перед тем же Дадоном. Значит, сегодня плохиши реально, у него плохие дела, у него капканы, и тут еще усатый со своей передачей. Значит, тут все пишут, что что-то плохо прошла запись с плохишом, что ее не было слышно там и так далее. То есть это то, что было в программе с Гонцей, и, надеюсь, выйдет сегодня, да? Значит, поэтому дубль-два, хотя я тут вроде все правильно нажал. Фрагмент из передачи с Гонцей сегодняшней, которая не вышла. А что-то они... Фрагмент из передачи с Гонцей сегодняшней, Здесь нет, потому что здесь нет. Игрия с Гонцейской, потому что они не делали. Затем, в Гонцейской, мы не делали ничего. Сейчас я хочу сказать, что Гонцей, что он вырос в Гонцей, чтобы вырос в гонцей, чтобы вырос в Санду, но мне не нравится, потому что я предуприндюс, что Платон, он именно под дорогой, он по дороге, он под澄щит информацию на Минт, который вырос в Санду. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Так, тут какой-то бешеный Владимир Василий пишет, снимай Чубашенко. Озабоченных просьба отключиться с прямого эфира и пойти в секту, которая призывает за то, чтобы снять Чубашенко. Так, не отвечает. Так. Единственный вопрос. У многих звучит так. Вот они грызутся между собой, а что Ринат обещает сделать в случае победы. Вот это многих интересует. Я говорю, послушайте, вы знаете, после того, как меня сняли с выборов, нас сняли с выборов в 2014 году, после того, как мне не дали участвовать в президентских, после того, как больше всего уголовно преследуют меня и всю нашу команду, и наших представителей по всей стране, после того, как они увидели, что буквально за месяц лишним перед местными выборами мы выиграли практически в половине городах страны, хотя мы во всех даже не заявлялись, естественно, они нервничают. Что будут сделать усатые, когда приделось? Ребята, я их просто уничтожу. Вы будете приходить, участвовать в конкурсах, показывать свои возможности, уровень своей подготовки. И вы будете руководить страной вместе. Но сегодня то, что за тело плохишь, или то, что там у некоторых есть сомнения, что вот, как это усатые уничтожат плохотнюка, да вот так, ребят. Мы действовали законно, делали всё для того, чтобы не нарушать закон, пугали внешних партнёров нами и так далее, понимаете. Но имеем то, что сегодня имеем, и надо думать, что с этим делать. Так, вот что-то хакеры на связь не выходят. Потому что, вы понимаете, сегодня получилось, что пришлось удалённо выгрузить все файлы, которые находились на Н4. И, как бы, самое главное, что будет передача. Так, сегодняшняя расследование про связь Додона и Плохотнюка соответствует действительности. Ребят, я это всё комментировал много раз. И сейчас, вы знаете, да, там некоторые сегодня задавали подобные вопросы. Вы знаете, я никого не трогал во всю предвыборную компанию, потому что есть враг, Плохотнюк и его режим. Сегодня я увидел обращение Игоря Николаевича, который там говорит, что вот, обращаясь к сторонникам нашей партии, Чубашенко хороший журналист, но вы там не голосуете, я вас верну в парламент. Ну, ничего, что сказать. Дорогие социалисты, вы видели сегодня, что писали в газетах, и какая фактура присутствует про Додона и так далее. Ну, этого же никто не делает. Ребят, я не буду никого трогать. Поговорим, потому что есть проблема, связанная, конечно, с Майей, с её Вашингтонским обкомом. Потому что она, знаете, маринцы, каре, а если маринцы или катари, то эти страны. Дар, он сушфап, тукяно спатулани, шо дичизи, туати тресли племянской, генстателли, не талямили, часто, и его проблемы всё равно. И где она ещё? Вообще, мы должны бороться за Чубашенко, мы должны во втором туре поддерживать только Дмитрия Чубашенко. Ребят, и это, особенно те, кто находится за рубежом, не надо говорить, что был по сворствию, не успел или я проголосовал. Ребят, звоните бабушкам, дедушкам, мамам, папам, кумнатам, сёстрам. Так, как и короче, Татьян, короче, как у нас сафла на Фаре Републики Молдова. Вот, когда ты так делаешь, то от тебя родили. Как... Вот, я зашакум требован, сам, так вот, кем вам, чувак, ну, Тут вопрос, почему арестовали пчелу. Арестовали директора муниципального предприятия ДРСУ, работники полиции, за то, что на территории муниципального предприятия загорелся мусор, листья деревьев из-за нанесения вреда окружающей среде. Вы понимаете, какими надо быть конченными? Сейчас я непосредственно прощаюсь к Александру Жиздану. Вообще, Саша, я хотел тебе написать открытое письмо и сказать, либо Жиздан просто пизданулся на голову вместе со всей этой кодлой, которая сегодня выслуживает плохотнику. Ну, у меня просто нет, ну, просто нет, понимаете, просто нет слов. То есть люди, которые работали в полиции, они работали с пчелой, раскрывали убийство и так далее. Сегодня его посадили за то, что он отказался выйти и на всю страну заявить, что он покидает примарию, что усатые бандиты и так далее. А этот Хуиндрын, такой же, как и все остальные, которых набирает Жиздан и Зубик на работу, значит, вице-мэр Бельц, это человек, которого пчела выгнал за контрабанду, это финн Валентина Зубика. Известная личность в Молдове, понимаете. И сегодня Сергея закрыли за то, что он боролся с мусорной мафией, за то, что эти подонки, которых я обещал закатать в асфальте, закатаю, которые носят плохотнюку и прочим ублюдкам деньги. Значит, Сергей боролся с этой ситуацией, город сэкономил десятки миллионов лей в муниципальном бюджете. Ну, естественно, эти мрази решили закрыть пчелу для того, чтобы как-то поставить город на колени и так далее. Ну, понимаете, просто негодяи. Вот. Так, сейчас, секунду. Что-то хакеры написали. Надо проверить. Я очень надеюсь, что это то, что нам нужно. Вот тут мне пишут, не говори про хакеров. Посмотрите, Петр Медицин, Плача Татьяне Молдовень. Так, что-то не... Сейчас, сейчас, секунду, ребят, потому что это всё очень важно. Так, вот мне важно, сможем мы это восстановить и вытащить. Или это нереально, понимаете? Так. Так. Так, им ещё не корена, фостерен эфир. Я очень надеюсь, что получилось. Я очень хочу, чтобы вы увидели эту программу. Опа! Сказ к Матинксу принят. Опа! Вот это уже будет интересно. Я как платишка, муша, с уехала, попуняшка, вместе с тем, кто-то, 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 кто-то. Давайте посмотрим, что это будет. Нет. Нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...